Добро пожаловать на канал Hard Reset Info! Сейчас я покажу вам, как на устройстве Honor Play 9a устанавливать приложения, которые не могут работать без Google Play сервисов. К сожалению, такие приложения есть. Их нереально мало. Приложения 2, максимум 3. Но такие приложения, к сожалению, есть. Поэтому, если вы хотите знать, как их установить, тогда смотрите это видео. Вначале вам нужно открыть приложение браузер и вписать в поиски WMOS и нажать поиск. Первое, что вам выйдет, нажимаете сюда и нажимаете WMOS PRO скачать. Нажимаете загрузить и ждете, пока он скачает практически гигабайтный файл. Давайте я ускорю видео, вы же устанавливаете где-то там параллельно. Так, у нас приложение уже скачалось. Что мы делаем потом? Мы нажимаем на него, естественно, и нажимаем установить. Ждем, пока WMOS PRO у нас установится. Все бесплатно, не переживайте, я на бабки вас не кидаю. Нажимаем открыть. Затем пролистываем вот так вот несколько раз вправо. Нажимаем Enter WMOS PRO, нажимаем One Click Authorization и нажимаем Setup Now. После этого нажимаем на галочку вот здесь. Возвращаемся разок назад и разрешаем этому приложению все абсолютно. Затем нажимаем на кнопочку Add напротив первой надписи там, где Android 7.1. Нажимаем Add. У нас идет установка дополнительной системы в системе. Давайте подождем, пока это все пройдет. Отлично. Теперь что мы видим? Мы видим здесь обычный Android телефон. Что теперь делаем? Внизу мы видим такую шестереночку. Нажимаем на нее и Google сервисы, напротив Google сервиса мы ставим галочку и нажимаем Confirm. Ждем пару секунд. Нажимаем Complete. Возвращаемся разок назад. Смотрите, вот здесь вот есть такой значок. Нажимаем на него. Нажимаем Shutdown. Выходим отсюда и мы видим здесь новую приложушку VMOS PRO как раз таки. Это та, которую мы установили. Нажимаем на нее. Нажимаем на кнопочку запуска. Ждем пару секунд, пока VMOS PRO установится. Находим здесь Play Market. Только он сейчас будет обновляться и вылетать. Секундочку. Давайте подождем. Походу он сейчас будет обновляться. Да, он обновляется. Давайте дождемся, пока он обновится, потому что чтобы он сейчас у нас не вылетел. А может он уже обновился без вылета, кстати. Ладно, нажимаем Войти и вписываем адрес нашей электронной почты Gmail. Идем дальше. Вписываем пароль. Вот он как раз таки вылетел. Вот я, собственно, о чем и говорил. Что раз он должен вылететь, потому что должен обновиться Play Market. Итак, опять вписываем адрес электронной почты. И вписываем пароль. Писали мы пароль. И теперь нажимаем далее. Нажимаем принимаю. И у нас запустился полноценный Play Market. Работает все быстро, круто, шустро, молодежно. Только давайте объясню, что это такое вообще. Получается, это система в системе. То есть у вас есть основная система. Это ваш Huawei. Но если вдруг вам придется срочно воспользоваться Google сервисами, заходим вот сюда вот. Открываем. Ну, желательно, конечно, это выключать, чтобы оно в фоне постоянно не работало. То есть заходим в iOS Pro, нажимаем сюда. Запуск. У нас пару секунд идет запуск. К сожалению, придется с этим помириться. И вот так вот как-то с этим работать. Ну, давайте попробуем установить какое-то приложение Google. Давайте. Пускай это будет на YouTube. Открываем YouTube. Ну, YouTube неинтересно. YouTube по-любому будет работать. У нас есть вообще видео, как установить нормальный YouTube на Huawei P40 Lite. Поэтому это неинтересно. А вот с YouTube Music было бы посложнее. Давайте установим YouTube Music. Посмотрим, будет ли она работать. Пошла установка. Все быстро установилось. Нажимаем открыть. У нас все нереально быстро зашло. О, рекламка пошла. Ну, в принципе, все замечательно. Как вы видите, все работает без каких-то задержек. Все реально. Так, давайте сейчас заблокировали. Не будем слушать музыку. Вот. Что еще? Не заблокировали. В смысле, видео мое не заблокировали. Потому что за чужую музыку блокируют видео. Давайте посмотрим Google Docs. Docs Google. Будет ли работать? Как вы видите, все работает очень шустро. Без каких-то лагов. То есть это не так, что это лагает. Потому что это виртуальная машина. Нет. Все работает реально очень хорошо и шустренько. Так, как оно бы работало в реальной жизни. А даже быстрее. Потому что работает все непосредственно с процессором. Нажимаем открыть. У нас Google документы открылись. Надеюсь, я ничего не спалю. Нет. Ничего, походу, не спалю. Ну вот, можно открыть какой-то документ. Можно что-то посмотреть. Вот этот документ можно создать. Все работает реально очень хорошо. Если вам срочно нужно воспользоваться сервисами Google, это самый лучший вариант. Как по мне, лучше, чем костылять с разными программами. Г, который работает, не работает. Все. Рабочий Google сервис. Все у нас есть. Для выхода из этого, если вам вообще, вы понимаете, что в ближайшее время Google сервиса не понадобится. Нажимаете shutdown. Все. В следующий раз, чтобы зайти опять в дополнительное пространство на вашем телефоне, нужно будет провести вот такой вот первый запуск. Ну, он не сказать, что долго длится. Секунд пять он запускался. Ну, как бы, это не может кому-то мешать сильно. Я не знаю. Я думаю, что нет. Ну, здесь можете скачать. Ну, давайте уже покажу вам, как здесь работает YouTube. Чтобы вы точно были убеждены, что действительно этот метод рабочий. И нет никаких проблем. Можете спокойно покупать игры и в игры играть через это. То есть, тут вообще не должно возникнуть то, что проблем, вопросов никаких. Давайте откроем. Вот у нас YouTube. Отлично работает. Никаких подлагиваний. Все хорошо. Вот наш видос. Пожалуйста, как удалить аккаунт Gmail. Это уже интернет. Как вы видите, все у нас хорошо. Вот. У нас все хорошо работает с YouTube. Ну, в принципе, все. Давайте попробуем еще какую-то игру установить. Давайте, чтобы это недолго длилось. Установим какую-то простенькую. По типу Brawl Stars. Brawl Stars. Хотя, я вообще не понимаю, зачем. Потому что игры можно и не через Play Market устанавливать. То есть, это самое, наверное, глупое, что можно сделать. Кстати, почему-то нет его в списке. Наверное, под этот телефон просто его еще не адаптировали. Это вполне возможно. Потому что Brawl Stars уже есть в AppGallery. И это даром не нужно. Поэтому вот какая-то такая вот вещь, ребята. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Обязательно, обязательно распространяйте это видео. Потому что это видео поможет миллионам пользователей. Уже пользователям, которые отчаялись. Пользователи Huawei, которые купили телефон, думали установить сервис. И не получилось. Точнее, не успели посмотреть нашу инструкцию вовремя. До того, как Google заблокировал логининг в свои сервера через телефон Huawei. К при большому сожалению, это уже на уровне серверов. Поэтому уже нового способа 90% что не будет установки Google сервисов. Но этот способ полностью легальный. Google его никогда не заблокирует. Потому что у них нет основания это делать. Это вообще VMOS. То есть, к ним вообще никакого Google отношения не имеет. Ну что ж, вот и все. На этом мы будем заканчивать. Если это видео хотя бы чуточку помогло вам, тогда не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. Ну и ладно, можете забыть о подписке. Просто поставьте лайк и напишите хотя бы что-то в комментариях, для того, чтобы другие люди смогли найти это видео на просторах интернета. Потому что, возможно, кто-то не может установить банковское приложение и уже жалеет, что купил телефон. Хоть это единственное приложение, для которого ему нужны сервисы. Ну что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь. До свидания.